Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит финансовый контроль службы безопасности главного управления по банковским обслуживаниям. Меня зовут Маргарита Алексеевна. Скажите, пожалуйста, вы сегодня получали самосуведомление о приостановлении в обслуживании вашей банковской карты? Нет. Карты не теряли, не доверяли никому, посторонним лицам при вас находятся, не утеряны? Нет, все при мне. Скажите, пожалуйста, сегодняшним числом, буквально 5 минут назад, была подана заявка через интернет-магазин на покупку дивана на 10 тысяч рублей. Подавал кто-либо такой платеж через интернет-магазин? Нет. Сами пользуетесь интернет-услугами, оплачиваете покупки через интернет-магазин? Да. Данную заявку сейчас считаем незаконным путем, все верно? Верно. Скажите, пожалуйста, не подозреваете, каким образом могла произойти утечка информации, где последний раз пользовались по безналичному расчету в магазинах, в аптеках? Не помню. В банкоматах? Не поняла вас? В интернете. В интернете. В каком магазине сделали покупку? В казино. Так как мы отслеживаем мошеннические действия по банковским картам, сегодняшним числом нам удалось зафиксировать то, что у вас произошло взлом мошенническим путем, данную транзакцию необходимо отменить. В целях безопасности все разговоры сейчас записываются, ваши карты приостановлены финансовой работе для отменения законного платежа. Приблизительный остаток, помните, какой у вас должен сейчас составлять на последний момент пользования. Приблизительный остаток для сверения информации. И за какую сумму сейчас банки несут ответственность? Смотря какой карты вы имеете ввиду. Сбербанк России, банк открытия. Ага. 45 тысяч. Сейчас фиксируем по какой карте 45 тысяч рублей? Что? По какой карте фиксируем 45 тысяч рублей? Ну вы же сами на этот вопрос ответили до этого Сбербанка. Ну все верно. Так же еще в пользовании у вас имеются карты? Да. Так же остаток какой должен быть? Ну сколько там? По 70. Скало 80 тысяч рублей. Все верно? Да, верно. Карта от какого банка? Подождите, какое это имеет отношение? Отношение это имеет очень большое, так как мы фиксируем каждую карту от какого банка. Не, ладно, для чего фиксировать? Это для того, чтобы мы посмотрели по программе, было ли у вас уже списание, либо не было. Так как ваши карты приостановлены в финансовой работе. Для отмены незаконного платежа. Так мне, наверное, с другого банка позвонят. Скажут об этом, правильно? Подслушайте, пожалуйста, мы не являемся банком, мы являемся службой безопасности по отслеживанию мошеннических действий по банковским картам. Понял, понял. Какую карту фиксируем? 80 тысяч рублей. Открытие. Все верно сейчас называете. Еще карты имеются в пользовании? Да, имеются. Кредитный. Так же остаток сейчас давайте зафиксируем. Давайте. Остальным картам остаток, пожалуйста, назовите. ВТБ. Остаток сейчас какой фиксируем по карте ВТБ? 200 тысяч. Сейчас смотрим по программе, списаний у вас никаких не произошло. Мы вовремя приостановили ваши карты в финансовой работе для отмены незаконного платежа. Все разговоры в целях безопасности со специалистами сейчас записываются и передаются в службу безопасности ваших банков, так как данную транзакцию считаем незаконной. Так же сейчас переведу вас на главного руководителя по отмене незаконного платежа. Минуту, пожалуйста, ожидайте. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Служба безопасности вас беспокоит. Финансовый контроль банка. Меня зовут Алена Дмитриевна. Мой идентификационный номер 4270. Рисовец руководитель по финансовому контролю коммерческих банков. Сейчас вы, младший специалист, связывался в полном объеме, предоставил информацию, которая возникла по вашей банковской карте. Вам информацию сейчас в полном объеме предоставили? А, да-да-да. Предоставили информацию. Сейчас давайте, пожалуйста, уточним. СМС-уведомление поступает активно от банка? От банка открытия и от ВТВ? Поступает активно? К данным транзакциям сегодня не имеете никаких отношений, поэтому транзакции подлежат немедленной отмене, так как оформлены незаконным и мошенническим путем. Я вас правильно поняла? Да, верно. Хорошо, сейчас мы будем отменять данный незаконный платеж, активировать вам карту. В режиме разговора удобно будет смотреть СМС, не отключаются специалисты, я вам буду направлять по транзакциям. Чтобы вы прочитали информацию и вам успешно отменило, удобно будет смотреть СМС? Да, да. Удобно. Карту ВТВ, пожалуйста, в руки возьмите для сферения информации. Ой, не могу. Не могу. Почему не можете? Оно у меня в машине лежит, а я дома. Вот так вот. А банк открытия при вас, карта? Нет, тоже там же внести документы. Тоже в машине. В сумочке. Доберитесь, пожалуйста, до банковских карт. Ну, зачем это, девушка? Ну, чтобы сверить информацию, отменить платеж. Да, ну, братья. Или вы не хотите отменять платеж, его пропустить? Нет, ну, понимаете, что я вообще не пользуюсь услугами банков. У меня вообще ни одной карточки нет. То есть ВТВ и банк открытия у вас не имеется, да? Да я никогда не был. А Сбербанк у вас имеется? Вот вы предоставили информацию по картам, а сказали, что карт в итоге у вас имеется. По какой причине? Ну, все. Понятно. Меня расстроило, я думала, что тысяч на двести. Разройди кроликов. Ладно, давай, удачи тебе, слышишь? Давай, давай, сейчас. Давай, пока. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok